Ну а пока на деньги, которые, слава богу, не от группы плацебо, а всего лишь от Яндекса, нас продолжают атаковать. Сегодня ночью 35 шахедов по нам прилетело, 27 сбили, и вот снова приятная, снова приятная новость. Значит, как вчера я начал про это говорить, что какие-то мы разработали чудо-оружие против шахедов, оно пока малоэффективно, ну как мало, оно все более и более эффективно. Из 35 шахедов сбили 27, но это не значит, что 8 достигли цели, нет, 6 исчезли. Не материализовались, а 2 улетели в Россию. Два улетели в Россию, да. Применялась, кстати, авиация, как пишут, то есть F-16, и применялись против этих шахедов. Били по Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Сомской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Ну а то, что я сегодня столько раз говорю про Запорожье, потому что россияне атаковали Запорожье вчера вечером, ракетой, вот, да. И убитые два человека, среди которых 8-летний мальчик, еще два получили ранения. Еще одного мужчину убили в Днепре сегодня, тоже ракетой россияне. Да. А вот во время вчерашнего обстрела, когда обстреливали Киев, когда было 9 баллистических ракет, как выяснилось, вот мы сейчас проговорим потом о том, что такое не плацебо, и что нам нужно по-настоящему для борьбы с россиянами, чтобы это было не плацебо, а настоящая борьба. Так вот, во время вчерашней атаки, как выяснилось, были применены впервые ракеты, господи, с невыносимым названием 48Х6ДМ. 48Х6ДМ, у меня такое ощущение, я знаю. Это Илон Маск придумывал название для ракет. Он же своего сына назвал 18АЛТБК1232-28. Так вот, этого сына так зовут, Илона Маска, то ракете тоже поручили Илону Маску. Я думаю, ему, когда премию давали Илону Маску, квартальную, да, как бы каждый квартал он же получает, естественно, как русский шпион, то ему сказали, что ты хочешь? Он говорит, а можно я назову ракету, по которой будут бить по Украине? Дайте мне это право. И все-таки он думал, ну сейчас он такое английское красивое слово придумает, типа там, Дональд Трамп. Нет, 48Н6ДМ, Дмитрий Медведев. Видимо, в честь Медведева назвал Илон Маск эту ракету, которая, я так понимаю, модернизация С-400. Эти ракеты имеют очень низкую точность попадания и в первую очередь угрожают именно гражданской инфраструктуре и обычным людям, обычным жителям. Также ракеты обладают достаточно мощной боевой частью, 180 килограммов и дальностью полета до 400 километров. Ракета оснащена значительным количеством обломков, что усиливает эффект при попадании по объектам гражданской инфраструктуры. Вот этим пытались нас уничтожать вчера. Россияне, это баллистическая ракета, но эта ракета или ракеты были сбиты при помощи патриотов. К сожалению, я вот вчера только говорил, что корейские ракеты, хотя и большая неприятность для нас, для мирных жителей Украины, наша Корея Северная тоже передала, вообще врагов у нас теперь, видите, Монголия, Корея и Иран, и Иран. Что корейцы передали ракеты, это плохо, ракеты летят по нам, приходится их сбивать, тратить патриот и все такое, но что у Кореи мало ракет, вот мало ракет. У меня вчера во время одного из интервью подробно расспрашивали, так а что, ну вот, корейские ракеты, я говорю, ну слушайте, их просто в штуках не так много, просто Корея не может так много построить. Но вот беда пришла откуда, откуда ждали уже два года. Блумберг сообщает, что европейские чиновники считают, что в ближайшее время, причем имеется в виду ближайшие дни, Иран может впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину передать России свои баллистические ракеты. Собеседники Блумберг заявили, что передача баллистических ракет может стать тревожным развитием событий. Да. Так, они не назвали типы баллистических ракет, которые получат россияния. Однако поставки могут начаться в течение нескольких дней. Западные государства, в том числе группа G7, уже обсуждают санкции в случае передачи иранских баллистических ракет России. А так просто нельзя эти санкции ввести? Зачем ждать-то? Вам мало делает Иран, когда бьет по Израилю? Вам мало делает Иран, когда снабжает хуситов? Сегодня ночью хуситы, йеменские, иранскими ракетами поразили два танкера. Там один танкер до сих пор догорает, его спасти не могут, нефть уже разливается. А два танкера они сегодня. Один Саудовская Аравия и танкер, второй я даже не помню какой страны. Ну какой-то такой, типа Панамы. Ну, единственное там радость, что треть танкеров, которые они поражают, это российские танкеры. Тоже хоть что-то. Спаршивые овцы, хоть шерстый клок. Ну вот, то есть против Ирана нельзя так вперед ввести санкции. И против России уж точно она заслужила вперед санкции. Что, собственно, ждать-то, пока они друг другу передадут какие-то ракеты. А то ведь, смотрите, среди предварительных мер, которые обсуждали с союзниками, новые ограничения на иранскую авиакомпанию Иран-Эйр. То есть она до сих пор летает, понимаете. Кроме того, Джей Севин готовится публично осудить действия Тегерана и связаться со странами Ближнего Востока по дипломатическим каналам. Не, ну это прямо жесткая программа. Вот это наш ответ прям настоящий, без дураков. Мы жестко осудим и еще и свяжемся, свяжемся со странами публичными. Простите. Просто несет меня сегодня от ненависти. Да уменьшите мою ненависть, пожалуйста. Уменьшить мою ненависть можно двумя способами. Один из них сегодня неприменим, потому что это способ, который называется донатить на ВСУ. Почему неприменим? Можно прямо задонатить, так задонатили. За последние два дня мы набрали на цифре 1 миллион 240 тысяч гривен. То есть мы собрали, ну примерно на, сейчас вам скажу, боюсь ошибиться, но 73, 73 дрона. Планировали на 20, собрали на 73. Я просил собрать 335 тысяч, собрали 1 миллион 241 тысяч, сбор закрыт. Всем привет от Алены, спасибо большое. Все начинается, сейчас закупка деталей. Алена дальше будет со своей командой собирать эти дроны и дальше мы увидим. Ну я не буду вам показывать, что эти дроны сделают с российскими оккупантами. Не буду. Потому что такое здесь на этом канале показывать нельзя. Найдете в соцсетях известных. Да. Это один способ уменьшить мою ненависть. Второй способ меня успокоить, это подписаться на канал Штельман. 511 тысяч подписчиков и я думаю, что вам пора присоединяться, если вы еще не подписались. Как видите, это канал ненависти ко всему плохому, любви ко всему хорошему. Это такое универсальное правило. Да, так вот, значит речь, когда мы говорим, подпишитесь на канал Штельман прямо сейчас, давайте. Раз, два, три, внизу подписка. Если вы смотрите это видео не на канале Штельман, а на каком-то другом канале, перейдите по ссылке в описании, там написано, подпишись на канал Шейтельман. Нажимаем на слово Штельман, попадаем на канал Штельман, но это еще не все. А вот теперь надо еще раз вниз пойти и там увидите такую кнопку подписаться, subscribe, подписка и нажать. В общем, Reuters, которая первым сообщила о подготовке передачи баллистической ракеты из Ирана в Россию, говорит, что это может быть ракета ФАТХ-360 с дальностью 120 километров и боеголовками весом 150 килограмм. И вот тут-то, тут-то Ларсен и всплывает. Ларсен тут ни при чем, это была такая ведущая, тут-то Ларсен, но я сейчас не о ней. Тут-то и всплывают и начинаются интересности, дорогие мои друзья. Значит, итак, иранцы готовятся передать россиянам ракеты, чтобы россияне били по Украине. И я слышу это два года, потому что первый раз нам это еще, ну где-то в сентябре-октябре, когда вот они дали первый раз шахеды, тут же пообещали и баллистические ракеты. Мы тогда по-настоящему боялись очень сильно, потому что вообще не было ПВО никакого. И было понятно, что нам конец, если они их передадут. Два года не передавали, а сейчас вот как-то Блумберг уверенно, к сожалению, про это говорит. Может оказаться правдой. Но, смотрите, в чем, что мы должны с этим сейчас делать? Я думаю, что делаем, это я никому советов не раздаю. Значит, дальность 120 километров. То есть, ну например, чтобы бить по Харькову при дальности 120 километров, надо быть 120 километров от Харькова, то есть надо быть, грубо говоря, в Белогородской области. То есть, мы почти во всех случаях, во многих случаях, можем бить по стартовым площадкам этих ракет. Но чуть-чуть нам будет не хватать дальности нашей, наших возможностей, чтобы бить по стартовым площадкам этих самых иранских ракет. А что нам для этого надо? Правильно. Нам нужно, наконец, разрешение полноценно бить по всей территории Российской Федерации. По всей. И скажу вам, что с этим происходит. Я уже говорил, что не раз такой выдвигал версию, что Байден, в принципе, человек уговариваемый. Если на него оказывается нормально такое информационно-политическое давление с разных сторон, то он готов менять свои решения, готов пересматривать свои позиции. Так было по Хаймарсам, так было по Танкам, так было по 40-60 миллиардам. И главное, не связанная совершенно с нами история, так было, когда Байден решил уйти в отставку, решил не участвовать в выборах президента США. Кстати, сегодня вечером выходит книга, как вы знаете, Трампа, а прямо сейчас вот смотрел CNN-чик, рейтинг Камалы Харрис на 2% выше, чем рейтинг Ноталья Трампа. Но это так, для справочной. Байдена тогда смогли уговорить отказаться от участия в выборах путем давления прессы и его соратников по партии. И вот, возможно, я надеюсь, что давление прессы на Байдена по поводу решения дать разрешение Украине бить по целям внутри России началось. И, как всегда, как и в прошлый раз, в прошлый раз, сразу скажу, старт давлению на Байдена, уйди Байден, уходи в отставку, начинали два издания. Нью-Йорк Таймс, который я вам подробно разбирал статью, и Экономист, который выступил чуть раньше, но чуть менее агрессивно, скажем так. А дальше уже Джордж Клуни. Вот сегодня Экономист уже выступил, остался у нас Нью-Йорк Таймс и Джордж Клуни. Экономист выступил с большой статьей, в которой American Restrictions on Hitting Russia are Hard in Ukraine, то есть, как бы, американские ограничения на удары по России наносят ущерб прямой и болезненной Украине. Но дальше подзаголовок важнее заголовка в данной статье. Подзаголовок-то вроде коротенький, но какой? Мал да удал маленький член, как у Путина. У него семья, я забыл китайский язык. Все, отставить. Это вчерашняя была новость. Сегодня про другое. The Biden Administration Justifications Keep Changing. То есть, объяснения администрации Байдена, имеется в виду по поводу запрета бить по территории России, продолжают меняться, что заметили журналисты-экономисты. Это важно, мне кажется. Что, как бы, администрация Байдена упорно продолжает запрещать нам бить по территории России, вглубь территории России, но каждый раз меняет свою отмазку. А когда человек каждый раз говорит разные вещи? Когда он врет, когда он говорит правду, он говорит всегда одно и то же. Когда врет, он все время говорит разное «я», про одно и то же, в ответ на один и тот же вопрос. Да. Значит, ну, украинское возмущение растет в связи с тем, что администрация Байдена по-прежнему отказывается разрешать нам бить по территории России, и описывает экономист в этой своей статье то, что едет делегация, что делегация сейчас из, как вы знаете, Умерова и Ермака в Америке уговаривает чиновников американских разрешить нам бить по территории Российской Федерации, и что решающий визит будет визит Зеленского. Это фактически вот эта нынешняя работа, это большая подготовка к визиту Зеленского, который должен поехать и, возможно, если получится, уговорить американцев дать нам это разрешение. По мнению экономиста, миссия всех этих поездок и поездки Умерова с Ермаком и поездки Зеленского – это дать ответ на все вот эти постоянно меняющиеся отмазки со стороны Пентагона и со стороны службы национальной безопасности. Да, ответ на то, почему вот именно эту красную линию нельзя нарушать, хотя, как говорит экономист, сейчас важно, что это не мои слова, это экономист, это очень влиятельное в мире издание, что все red lines have become blurred to the point of invisibility, то есть все эти красные линии уже к черту стерты, их уже практически не видно. Так почему именно эта красная линия жива? Вот, говорит экономист, еще ведь недавно было вообще запрещено трогать территорию России, но сначала в мае разрешили бить по скоплениям российских войск, которые собирались наступать на Харьков, и это спасло Харьков, и это спасло Харьков, и в Овчанск уж точно, может, до Харькова и так бы не дошли, но в Овчанск-то это точно спасло, ну, по крайней мере, пока россияне его не захватили. Вот, потом, значит, пишут опять, вот важно, что это не я сейчас вам рассказываю, вы-то, может, все знаете, вы поймите, это пишет экономист, сообщает это как бы, а там сидят, читают в администрации Байдена эту историю. Значит, месяц назад, когда украинцы зашли в Курск, они взяли с собой Хаймарс, Хаймарс Missile Batteries, то есть взяли с собой батарею прямо Хаймарса, туда внутрь Курской области, и использовали там против российских войск, прямо во время уже проникновения в Курскую область. И Вашингтон не выразил никаких, говорит, протестов. Так в чем же тогда причина? В чем же тогда причина? Значит, прошлой причиной, которую раньше давали из администрации Байдена, было то, что если бить по территории России, это будет триггером эскалации, а, триггером, извините, эскалационного ответа Кремля. Да. Что Кремль в результате Российской Федерации сможет doing more harm to Ukraine. Вот так вот. То есть, может больше вреда причинить Украине. Понимаете, если мы будем стрелять вглубь территории России, по аэродромам и так далее, то они могут нам очень навредить, россияне. Типа они мало нам навредили, да? Типа мы тут вообще, у нас тут электричества вообще-то нет? Типа у нас тут города целые разрушены, просто снесены с лица земли? Типа у нас сотни тысяч людей убиты? И сотни тысяч детей вывезены вон туда, в Монголию? Типа они могут еще больше? Это чем интересно? Ну, говорит Белый Дом, они же ядерным оружием могут. Но, как пишет не мы, а экономист, эта отмазка уже просто говоря перестала работать, стала абсолютным абсурдом. Стала абсолютным абсурдом. Сэр Лоренс Фридман, военный историк, воист, военный историк, говорит, То есть, говорит, Россия уже и так, вот это то, что Россия бьет по территории Украины, по мирным городам Украины, по мирным жителям, чтобы сделать жизнь невозможной, сделать жизнь в Украине невозможной, это систематическая кампания, это не ответ на что-то там. Поэтому нет больше никаких ответов на что-то. Вот это возмездие за возмездие за возмездие за возмездие, эту схему уже можно высмеивать просто. Они просто систематически пытаются уничтожать нашу страну. И все. И второе, что они хотят, они хотят добиться, чтобы были сотни тысяч беженцев из Украины, и чтобы вызвать новый кризис беженцев в Европе, то есть, чтобы украинцы стали бежать, потому что зимой замерзли бы здесь. Это пишет британский военный историк. Значит, за последние месяцы американцы несколько раз меняли причины, по которым не могут они предоставить нам разрешение бить по территории России. Некоторые, как пишут они, unnamed officials, то есть, неназванные официальные лица, предположили, что администрация не хочет, администрация Байдена, не хочет подвергать риску будущую возможность перезагрузки отношений с Российской Федерацией. То есть, они сейчас нам не дают право бить их оружием по России, чтобы потом им было проще с русскими разговаривать. Им иначе стыдно будет потом Путину в глаза смотреть. Они хотят потом с Путиным общаться, понимаете? Дары принимать, как монголы, да? Жареных коней ему в рыло, так сказать, тыкать. Или все вот это, да, они хотят. Воспевать потом Путина тоже собираются, как, о, великий миротворец Путин, спасибо, что приехал на нашу проклятую американскую землю. О, великий наш, восточный для них сосед, или западный. И западный, и восточный сосед, потому что земля круглая. Наконец-то ты к нам приехал. Хотят воспевать в Белом доме, правильно? И хотят сохранить эту возможность, чтобы было не стыдно смотреть в глаза Путина. Мне это напомнило точно, я вам вчера говорил про Олимпийские игры по хоккею в 2026 году в Италии, что для россиян сохранили местечко тепленькое. Вчера даже приняли решение, что если Россию забанят, то есть если россияне не перестанут быть убийцами, садистами и насильниками, тогда, если они не перестанут, то на Олимпиаду поедет сборная Франции. Да? Если перестанут, то Францию не пустят на Олимпиаду, пустят россиян, которые не проходили отбор, в отличие от Франции. Так вот это то же самое. Мы на всякий случай, чтобы не хотим портить с ними отношения, вдруг потом Россия станет нормальной, мы с ним собираемся разговаривать. Другие при этом официальные лица из Пентагона говорят, значит, что если разрешить использовать Атакамс по вот этим дальним целям, то это не имеет смысла, потому что есть гораздо более удобные цели в Крыму, которые ближе, и надо быть Атакамсом по целям в Крыму, а не вот туда. Но при этом те же самые американцы остановили Великобританию и Францию от того, чтобы разрешить нам стрелять по России ракетами Скальпу и Стормшеду. Об этом пишет Экономист. То есть, оказывается, Франция тоже была согласна, но Британия это вслух заявляла. По данным Экономиста, Франция тоже готова была разрешить нам бить по России Стормшеду и Скальпу. Но они запретили, потому что там есть американские компоненты, воспользовались отмазочкой такой. Да, Бен Ходжес, бывший командующий американскими войсками в Европе, описывает эту ситуацию как constant excuse making, which is thus misleading and inaccurate. То есть, постоянное придумывание неких оправданий, говорит Бен Ходжес, то, чем занимается американская администрация, которая при этом сбивает с толку и абсолютно неправдиво и основится на ложных фактах. В частности, американцы говорят, ну, у нас же мало Атакамсов, поэтому лучше бейте по Крыму. Но Бен Ходжес говорит, подождите, подождите, 2500 Атакамсов старого образца есть на складах американской армии. Поэтому не надо ля-ля, не надо ля-ля. Дальше, вторая история. Слишком мало целей на территории России, заслуживающих внимания. Вообще, россияне давно уже убрали свои самолеты далеко. Нет, почему же? Вот, пожалуйста, говорит Бен Ходжес, 250 целей, 250 жирных целей на территории России в зоне действия ракеты Атакамс. Из них 17 – это аэродромы, из которых взлетают самолеты, чтобы бомбить Украину или принимать участие, ну, бомбить мирных жителей, или же принимать участие в боях за Донбасс и на других направлениях. 250 целей. Ну, вот именно поэтому наши составили, собственно говоря, список целей, когда поехали в Америку. Ходжес в настоящий момент остается, согласно данным экономиста, важным советником, то есть, как это, советником высокого ранга для НАТО по логистике. И он говорит, этот самый Ходжес, что, ну, это генерал Ходжес, что, нет ни моральных, ни юридических причин, почему Украине не разрешит бить по этим 250 главным целям. И добавляет уже в заключение своей речи Ходжес, что, по мнению Байдена и предшествующей администрации Обамы когда-то, они неправильно воспринимают, что такое Россия. Просто неправильно воспринимают, что такое Россия. Из-за того, что они неправильно воспринимают, то есть, не понимают, что Россия – это враг человечества, грубо говоря, который должен быть унижен и уничтожен. Нет, унижен, это я от себя уже добавил, это мне очень хотелось, простите, подпишитесь на меня за то, что я хочу унизить Россию. Подпишитесь, подпишитесь, подпишитесь. Пускай у нас будет 512 тысяч подписчиков. Да, это я от себя от него добавил. Не было этого в икономности. Да, не было. Грешен, но мне хочется унизить Россию. Ходжесу, может, не хочется. Но, что это разрушает наследие Байдена, то, что он отказывается от таких вот действий. Ну и чем там заканчивается статья, давайте посмотрим. Вместе, значит, скоро Зеленский получит шанс уговорить Байдена, потому что они встретятся на следующей неделе. О, это я, кстати, не знал, что оказывается на следующей неделе в Нью-Йорке, ну, видимо, на открытии сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Так, тем временем, говорит, ну, тем временем сообщается, что Украина продолжает, собственно, атаки на территорию России, но своими возможными способами. А именно дронами. Регулярно бьет дронами. И вот 28 августа по Ростову очередной удар и по Кирову очередной удар упомянут. Но, как понятно, конечно, наши наши средства поражения не такие большие, как не такие большие, как есть у американцев. Фух! Russian plans are better protected by Western guarantees than are Ukrainian civilians. Это сказал Габриэль Ландсберг, гисминистр иностранных дел Литвы. Российские самолеты гораздо лучше защищены западными странами на этой войне, чем украинские мирные жители. Российские самолеты защищены тем, что Байден не разрешает набить по ним лучше, чем украинские мирные жители. Поздравляю всех. Ну, а мы продолжаем свое дело чем, чем можем. Попали куда-то в Ростовскую область. Кстати, попали красиво, потому что там видео, как все горит. И памятник самолетику. Я подумал, раз памятник самолетику на улице стоит, значит, там аэродром рядом. Правильно? Это первое, что я видел. Дальше дроны наши атаковали Тверь. Причем, предположительно, это был Мигалово, аэропорт, военный аэродром Мигалово в Тверской области. Вот. А вот из забавного, конечно, то, что в селе Грузское Белгородской области наш беспилотник попал прямо в купол церкви. Я подумал, видимо, это была, как это, православная церковь московского патриархата. То мы решили, что выжигать православную церковь московского патриархата будем не только внутри Украины, но и из прилегающих территорий, видимо, тоже. Но я понимаю, что это шутка, и что не собирались помогать попадать в их церковь. Но вышло очень символично, что даже там на варе шапка горит. Результаты бомбардировки в выходные пришли позитивные абсолютно. Московский НПЗ, Газпром нефти, это вот этот НПЗ в Капотне, куда мы ударили беспилотником, остановил работу установки, на которой приходится половина мощности завода. Значит, установка Европлюс приходится около 50% общей мощности завода по первичной переработке. В ее состав входит установка реформинга мощностью 1 миллион тонн в год и установка гидроочистки мощностью 2 миллиона тонн в год. Вот это все удалось остановить. При этом сама Газпром нефть комментировать эту историю отказалась. Да, хорошие результаты мы показываем, несмотря на то, что нам запрещают. Ну и в самое заключение, наверное, нашего выпуска выскажу, конечно, свое мнение, не могу не высказать. О, будем размениваться по мелочам, как говорится. Разменяюсь, скажем, по мелочам. В Украине мы решили все-таки сохранять национальную память и отказаться в рамках дерусификации. Вот церковь мы демоскваизировали в Брянской области, а теперь дерусифицировали наши украинские деньги. Деньги, деньги. Да, теперь у нас, ну, гривны у нас понятно, что гривны, но маленькая деньга называлась копейка. А теперь будет называться, кто еще не знает, правильно, шаг. Ну, во-первых, мне непонятно, почему она не называется крок, а шаг. Что это вдруг по-русски-то? Маленькая деньга. Во-вторых, а зачем нам, собственно, кто вообще узнает, как называются эти маленькие деньги, учитывая, что у нас самая маленькая деньга, это 50 копеек сейчас, то есть, грубо говоря, один цент. Ну, при нынешнем курсе это уже один цент. Ну, еще немного инфляции, и нам уже маленькие деньги не понадобятся. И копейки сами умрут вследствие инфляции, понимаете, это как красные линии умирают сами в результате атаки Украины на территорию России, так и копейки отомрут естественной своей, как мне кажется, смертью. Но, главное, что самое для меня смешное с этими шагами, что, какие вообще шаги? Почему шаг? Шаги, это же эти, я помню, программу избавления от алкоголизма и наркомании называется 12 шагов. То есть, по нынешним временам 12 шагов это станет сколько? А, 12 шагов-то маленькое, да? Дайте мне 12 шагов, пожалуйста, чтобы им пить бросил. В общем, не знаю, мне кажется, что немножко не тем мы занимаемся, когда... Не, копейки не нужны, согласен, но война, как мне кажется, не время для подобных экспериментов, есть гораздо более важные, как мне кажется, вещи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова